Людей без семьи, без определенного места жительства, мертворожденных и детей без родителей хоронят на специальном участке муниципального кладбища. Девять свежих могил на кладбище в селе Власиха выделялись на фоне других сразу, потому что были не закопаны. Навряд ли за этими могилками будет кто-то пристально ухаживать и следить, потому что здесь захоронены только одинокие люди и по сути посмертно, кроме муниципалитета, они уже никому не нужны. И даже здесь допускают несоблюдение определенных норм. По нормам муниципалитет хоронит безродных людей так же, как и других, закапывая сразу. А эти могилы, по словам смотрителя сельского Власихинского кладбища, около двух недель стояли едва присыпанной землей. То есть раскопать землю возможность была, а закопать назад уже нет. Руководство оправдалось тем, что сломался трактор, вот и бросили могилы как есть. Могила должна закопана незамедлительно после привоза гроба. Это финансовый вопрос, за ручную копку, им надо сейчас, потому что после газеты вышла газета, им надо платить деньги за закопку. Платить они не хотят. То есть лопаты на кладбище есть и закопать могилы можно, но почему-то руководитель кладбища решил, что безродные захоронения могут подождать, когда трактор починят. Только сами сотрудники оказались совестливы и обнародовали информацию о нарушениях норм. Администрация города сразу начала проверку. Чудесным образом на соседнем кладбище нашелся исправный трактор и могилы начали закапывать. МОП, специализированная похоронная служба Барнаула, направила трактор на сельское кладбище для устранения ситуации. Оперативно были приняты меры по приведению могил в надлежащее состояние. В течение часа эти работы были выполнены. С руководителей похоронной службы города и Власихинского сельского кладбища взяты объяснительные. Виновных привлекут к ответственности. Следственный комитет проведет дополнительные проверки по выявлению и других нарушений. Кстати, как нам стало известно, для директора сельского кладбища во Власихе это далеко не первое разбирательство. За его плечами несколько судов, которые, по словам сотрудников, он проиграл. В этот раз он просто решил резко взять больничный и ничего не комментировать. Правда, от ответственности его это не спасет.